Один из самых вымирающих регионов мира, где численность населения всего за несколько десятков лет сократилась примерно на четверть. Регион с феноменальным уничтожением промышленного потенциала. Нет, не подумайте, в этом регионе давно не было ни войн, ни голода, ни страшных эпидемий, ни даже коварного и зловещего коммунизма. Этот регион находится в составе Евросоюза под крылом НАТО и живет в рамках самой благостной, по мнению некоторых, рыночной экономики. Это Прибалтика. Знаете, я был недавно дико удивлен, когда к нам приехала пара ребят из Латвии, именно латышей, и они в удивлении ходили по Нижнему Новгороду, а потом сказали, «Блин, у вас так много промышленности, и она работает?» Че, серьезно? Я-то прекрасно знаю, насколько разрушена горьковская промышленность за постсоветский период. Я-то знаю, что многие предприятия закрыты, распроданы под склады и торговые центры, а те, которые живы, в разы сократили штаты и объемы выпуска. Но даже эта жалкая картина казалась моим латышским знакомым каким-то индустриальным раем. Они говорили мне, ну это ты просто в Прибалтике не был. В России еще живет в головах многих образ советской Прибалтики, нашего маленького Запада. Витрина Советского Союза. Если глянуть на статистику, то Литва, Латвия и Эстония были в числе лидеров по доходам на душу населения. Тут концентрировались высокотехнологичные по тем временам предприятия по радиотехнике, например. Созданные тут рафики колесили по всему Союзу. 80% пахотных земель здесь осушено для ведения сельского хозяйства стараниями союзного руководства. 10-12% внутреннего туризма приходилось на Прибалтийские республики. Та же Юрмала становится знаковым центром отдыха для советских граждан. В Прибалтике можно достать массу дефицитных товаров. Раймонд Паулс пишет знаковые хиты Аллы Пугачевой, гремящие на всю страну. Казалось бы, постсоветские Литва, Латвия и Эстония имели один из наиболее серьезных потенциалов среди обломков СССР в плане дальнейшего развития. В прошлом ролике мы бичевали российский империализм, который опутывает постсоветское пространство и раскидывается за его пределы. Так вот, дабы у вас не сложилось впечатление, что соседи России правильные и милые, сегодня настало время поговорить о судьбе Прибалтики. И понять, что в этой постсоветской игре нет положительных героев. Что пошло не так с Литвой, Латвией и Эстонией, как бездарно просрать все полимеры и почему интеграция в Евросоюз и открытый рынок зачастую становятся не панацеей, а корнем проблем. Об этом и поговорим в сегодняшнем выпуске. Поехали! В одном из недавних роликов мы разбирали процесс развала советской экономики и в рамках его говорили, что перестроечные реформы спровоцировали в том числе обострение ситуации в советских республиках. Народ был недоволен советской властью, которую ассоциировали с русскими, из-за экономического спада. А местные партийные элитки еще больше нагнетали национализм на периферии Советского Союза, дабы стать суверенными князьками и раздербанить собственность, созданную десятилетиями народных трудов. В Прибалтийских странах это проявлялось со всей рельефностью. Неужели вот эти люди во главе Литвы, Латвии, Эстонии, которые приравняли коммунизм к нацизму, ограничили в правах русских и вообще равнялись изначально на Европу, тоже выходцы из КПСС? Да-да, после приобретения этими странами независимость 58% политической элиты в Литве, 75% в Латвии, 73% в Эстонии были выходцами из КПСС. Иронично. Но важен даже не сам выход, а то, что произошло дальше. С экономической точки зрения история независимости Прибалтики началась, казалось бы, бодро и успешно. Вот что пишет в одной из своих книг исследователь Александр Носович. Оперативно была создана финансовая система и обеспечен устойчивый, твердый курс возрожденных к жизни национальных валют – Лита, Лата и Эстонской кроны. Сформирована простая и прозрачная система налогообложения. За счет передачи налоговых отчислений и административных полномочий создано сильное местное самоуправление. Бизнесу в странах Балтии, как это неоднократно отмечали международные аналитические агентства, были созданы оптимальные условия для ведения предпринимательской деятельности. Поэтому из всех постсоветских государств, Прибалтийские первыми продемонстрировали эффект отскока после падения. Уже в 1994-1995 годах в Эстонии, Латвии и Литве начался экономический рост. Помимо успешной государственной политики, это объяснялось тем, что в Прибалтике был лучший фундамент для перехода к рынку. Политическая стабильность и отсутствие военных конфликтов, развитая инфраструктура, лучшие в СССР дороги, например, были там, низкий уровень преступности, трудолюбивое население. Плюс прибалтийские государства начинают брать кредиты у МВФ и Европейского банка реконструкции и развития. Вот что писала газета «Коммерсант» 21 сентября 1992 года. Вчера Латвия получила первую из пяти частей кредита МВФ на этот год – 21 625 000 долларов. Общий размер кредита составит 81 миллион долларов. У корреспондента «Коммерсант», обратившегося за комментариями в Министерство финансов Латвии, создалось впечатление, что латыши восприняли это как рядовое событие и собираются в следующем году получить дополнительный кредит. Хотя пока у них нет под него никакой реальной программы. Нет, не надо думать, что Прибалтика тут же превратилась в некий аналог нынешней закредитованной Греции. Так ее представляют, кстати, некоторые российские пропагандисты. Нет, до сих пор в Литве и Латвии соотношение госдолга к ВВП не шибко высокое, а в Эстонии на фоне остальной Европы даже низкое. Но, тем не менее, взятые в 90-е годы кредиты позволили сгладить поначалу эффект от загнивания промышленности. Тем более, что страны реально небольшие, не то чтобы густонаселенные, им и такого вспоможения хватало. Но уже в первые годы независимости видны ростки будущей катастрофы. Во-первых, как я уже сказал, выстраивая постиндустриальный рай, Прибалтика методично убивала и распродавала, в том числе и зарубежным партнерам, советскую промышленность. Можийкайский НПЗ, единственный нефтеперерабатывающий завод в странах Балтии и крупнейшее промышленное предприятие Литвы, построенное советским правительством как часть инфраструктуры по переработке и транспортировке сибирской нефти, все годы независимости продавался то американцам, то полякам, находясь в состоянии перманентного полубанкротства. Рижская автобусная фабрика, завод полупроводников Альфа, завод радиоэлектроники Эльма, производитель микросхем Вента в Вильнюсе, таллиннский двигатель и многое-многое другое оказалось приватизированным и убитым или практически убитым. У гибели промышленности Прибалтики есть, однако, и мощная объективная сторона. Советская экономика вообще изначально создавалась как такая глобальная сеть, в которой разные республики играли разную роль в производственных циклах. Поэтому банально многие комплектующие для латышских, литовских, эстонских предприятий производились вне этих стран. То есть после обретения Прибалтикой независимости, местная промышленность очень серьезно зависела от импорта комплектующих, сырья, топлива и разрыв хозяйственных связей, проблемой и угасания российской промышленности на фоне приватизации и кризиса 90-х годов, эхом отразились на состоянии дел Прибалтийской промышленности. Вообще, когда я готовил это видео, мне прислали в том числе и ролик, где один латышский историк на основе рассекреченных документов объясняет, что Латвия сдавала в союзную казну больше налогов, чем получала средств обратно. Но это было связано в первую очередь с тем, что в Прибалтике и в Латвии в том числе концентрировалось множество сборочных и перерабатывающих производств. То есть детали, топливо, сырье завозилось из других республик, а Прибалты уже производили конечный продукт, как в случае с автобусами РАФ. Поэтому вносили по итогу большой вклад. Но вся фишка в том, что этот вклад был невозможен без подпитки, в том числе сырьевой и энергетической, со стороны других республик. И это сыграло злую шутку в постсоветский период. Ну а местные власти, и в том числе местные националисты, особо и не парились этому, расчищая дорогу в светлое европейское будущее от скелетов тоталитарного прошлого. Прибалтика За счет ввоза из других советских республик Литовская республика удовлетворяла 75% своих потребностей в химической и нефтехимической промышленности, 100% в угле, 77% в продуктах нефтегазовой промышленности. Поэтому и тут развал Союза жестко бил по местной экономике. Неудивительно, что в постсоветский период тут меняется, деградируя сама структура производства. Доиндустриализация 90-х годов сменилась появлением новых предприятий, основанных на принципах отверточной сборки, где главной ценностью является дешевая рабочая сила. 2000-е в промышленности Прибалтики продолжала сокращаться доля высокотехнологичных товаров. Их сменяли производство средне-низкого и низкого уровня технологичности. Ну а когда тебе выдают кредиты и есть чего распродавать, ты до поры до времени выглядишь респектабельно. Более того, в конце 90-х, начале нулевых годов, некоторые эксперты даже поговаривали о прибалтийских тиграх. Только тигры оказались на поверку бумажными и дохлыми. Кстати, убивая распродавая промышленность, правящий класс Прибалтики равно как и его российский собрат, на самом деле нанес удар по единственной силе, которая гипотетически могла организовать ему достойное сопротивление по организованному слою заводских рабочих. Еще один момент, негативно сыгравший на экономике, был на первый взгляд чисто политическим. Сейчас будет довольно объемный фрагмент именно об идеологии и политике. Но вы увидите, что на самом деле эти идеология и политика в значительной степени повлияли на экономические и демографические процессы. В Латвии и Эстонии в начале 90-х годов не признали гражданами тех людей и их потомков, кто не был гражданами этих стран в 1940 году. А это в первую очередь русское население, составлявшее в этих странах примерно по 30% населения. То есть появился целый слой неграждан, лишенный банального права голоса, причем в первую очередь по национальному признаку. Более того, неграждане лишались возможности участвовать в приватизации, то есть были поражены в правах еще и экономически. Большинство международных договоров той же Латвии не распространяется на неграждан. Неграждане не имеют права на ношение оружия, они не являются гражданами Евросоюза после вступления в него. Доходит до смешного, негражданам, например, запрещено работать в аптеках. А по договору между Латвийской Республикой и Святым Престолом от 12 сентября 2002 года только граждане могут быть епископами, капелланами и военными ординаторами в католической церкви. Многие латвийские неграждане отказываются от натурализации, потому что плохо знают латышский язык. Чаще всего это пожилые люди. Другие не хотят сдавать экзамены из-за принципа. Для известного в Латвии рок-музыканта Андрея Ехимовича, который всю жизнь прожил в Латвии, но при этом не имеет гражданства, это больная тема. Я жил в Латвийской СССР и потом стала просто Латвийская Республика. Но почему-то вдруг решили, что мне дали статус совершенно непонятный эллианс. Андрей признает, что не очень хорошо знает латышский, но от экзамена он отказывается в первую очередь из-за чувства несправедливости. Ну, я считаю, я не должен. Мне должны дать возможность сказать, хочешь быть гражданином? Парень, ты какого хочешь гражданства? Я, конечно, скажу, латышский. Родина, березки он. Латвийские гражданства – это еще и гражданство Евросоюза. Но и оно морально уродливо. Все эти вопиющие нарушения прав и свобод русского человека в Латвии происходят не без молчаливого согласия Европейского Союза, не без их покровительства. Все это происходит под флагом Европейского Союза. Сегодня я сжигаю свой паспорт гражданина Латвии и гражданина Европейского Союза в знак своего неприятия этой политики, этих ублюдочных двойных стандартов. А завтра? Завтра я запрошу вместо паспорта гражданина, запрошу себе паспорт негражданина Латвии. Так будет честнее. До 1998 года в той же Латвии процесс приобретения гражданства негражданами был максимально затруднен и ограничен квотами. И это все привело к первой мощной волне эмиграции из этих стран. Экономически активное население начало утекать, что не могло в перспективе не сказаться на экономике. Власти не просто не останавливали это, но планомерно подначивали этот процесс. Во время состоявшегося сегодня дальнейшего рассмотрения среди политиков в очередной раз начались острые дебаты. Национальное объединение напомнило, неграждане несут угрозу. Отдавать им гражданство принудительно, юридически неправильно. Идейные в нашем парламенте – это только национальное объединение. У них есть идея, они хотят построить латышскую Латвию, и они готовы идти на любые жертвы ради этого. Они готовы пожертвовать населением, они готовы пожертвовать экономикой. Кто-то, по-моему, Парадник сказал в одном из интервью, пусть в Латвии останется 600 тысяч человек, но чтобы это были только латыши. Они строят Латвию для латышей. Правые партии пугают негражданами своих избирателей. И избиратели напуганы и опять голосуют за эти правые партии. Если эта проблема исчезнет, то мы увидим совершенно другой ландшафт вообще политический в латвийском сейме. Русские позиционируются как пятая колонна. Хотя немало русских в свое время голосовали за независимость этих республик. Я проголосовал за Народный фронт, и Народный фронт ответил мне благодарностью. То есть через три года он лишил меня гражданства, как еще треть населения Латвии. Антисоветчина и русофобия в самых радикальных формах являются уже три десятилетия краеугольным камнем идеологии прибалтийских стран. Сказать хотя бы о том, что с 92-го года и до нынешнего времени правительство талдычит не просто об оккупации в период с 1940 по 1991 года, но и требуется России денежной компенсации за это. Тут Латвия, как обычно, впереди Прибалтики всей. Там в свое время даже поработала специальная комиссия по оценке ущерба. Методология подсчетов просто офигительная. Оценка ущерба от 50-летнего нахождения в составе СССР в 185 миллиардов евро выведена на основе допущения исследователя Мадриса Шмулдреса. Если бы Латвия в эти годы была независимой, ее экономика развивалась бы теми же темпами, что и у Финляндии. За стартовый год берется 1940. Далее подсчитывается накопившаяся разница между ВВП двух стран за 50 лет до 1990, что и дает в итоге сумму в 185 миллиардов евро. Я даже не знаю, как на это на полном серьезе реагировать, как на это отвечать. Ну ладно, вот то есть если бы не совок, то жиль бы мы как в Финляндии. И кстати, пофигу, что с 1970 по середину 80-х годов темпы роста экономики прибалтийских стран были выше, чем в соседних капиталистических. Но самое забавное, что любители компенсации посчитали не просто ущерб, но еще и человеческие потери. Но не просто потери, а потери в человека годах. 3640 человек, погибших в афганской войне, это более 5000 человека лет. При ликвидации последствий Чернобыльской АЭС, Латвия потеряла 6000 человек и, соответственно, 29000 человека лет. Вы что гоните? Вы чего гоните? Безнаказанно. Вот просто так. И никто не... Скажите, вы сняли с работы? Вы что болтаешь? А ну иди отсюда. Ну отсыпьте пострадавшим вы, эти, человека лет. Миллиончиков-то 10. Ну, по-братски. Нет, но эти ребята, я считаю, просто боги методологии. Человека года. Да. А сколько стоит, извините, человека год? Или им как? Натурой отдавать, может быть? Я уж не говорю про то, что эти эксперты, на самом деле, валят все в кучу. И пострадавших при помощи в ликвидации Чернобыльской аварии, и ликвидированных советской властью бандитов из Лесных Братьев, и репрессированных коллаборационистов, и так далее, и так далее. Ну, то есть, это на самом деле даже не Солженицын, это лучше, чем Солженицын. А цели у этого театра, в общем-то, понятные. Сплотить нации против общего мифологизированного врага, выставить ошибки нынешних властей в качестве, ну, не таких уж страшных на фоне деяний совков, а в перспективе, может быть, даже срубить баблишко. В контексте этого нельзя не сказать о музеях оккупации, которые есть, например, в Эстонии, Латвии. Но, конечно, латышский музей в Риге является наиболее известным и одовеньким. Музей оккупации Латвии предлагает интерактивные занятия для школьников и молодежи, которые проходят как в помещениях экспозиции музея, так и за его пределами на местах событий и в школах. Интересные и понятные рассказы гидов помогают школьникам понять события недавней истории. Экспозиция ознакомит с историей 50-летней оккупации Латвии. Тремя оккупациями. Советским Союзом, национал-социалистической Германии и повторной оккупацией Советским Союзом. Всем пламенный привет, товарищи. На связи Антон Нужный, социалистическая партия Латвии. Этот огромный, страшный черный саркофаг позади меня. На самом деле, никакой не саркофаг, а музей оккупации. Вернее, некогда его главное здание. Сейчас там проходят ремонтные работы. По той стороне там можно увидеть синенькие строительные будочки. Саркофаг этот находится прямо в центре старого города, на площади дома Черноголовых. Так называемой площади Рижской думы. Вот Рижская городская дума. Прямо напротив нее стоит этот черный саркофаг. Построено это здание было еще в советское время. Тогда оно еще не было таким черным. Оно бронзовым цветом блестело на солнышке. Это был музей революции. Напротив него прямо до сих пор стоит памятник латышским стрелкам. Музей революции, в котором когда-то принимали пионеров и давали присягу греческие милиционеры. Сейчас одна из главных экспозиций музея оккупации. Соответственно, уже давным-давно это здание никто не реновирует, не чистит. И стены его стали страшно жутко черными. Сейчас там происходит реновация по проекту американского архитектора латышской национальности. Того, кто построил нам огромное наше чудо света, нашу национальную латвийскую библиотеку. Сейчас там перестраивают музей оккупации. И судя по плакатам, баннерам, которые висят, главная экспозиция там еще снова появится. Ну а пока что экспозиция переместилась в здание бывшего посольства Соединенных Штатов. Но туда мы еще с вами чуть позже дойдем. Дом будущего воплощает идею пути Латвии из темного прошлого в светлое, настоящее и ясное будущее. В Доме будущего будут новая современная экспозиция и помещения, необходимые для полноценной работы музея. Сейчас мы приглашаем посетить временную экспозицию музея на бульваре Райниса 7. Что стоит конкретно про это место сказать? Как вы можете видеть здесь, оно по сути не имеет первого этажа. Это первый этаж у него всегда уличный и проходной. Так вот, когда там еще была экспозиция, еще до реновирования, до ремонтов, там висел огромный портрет Гитлера и по-алтыжски было написано «Гитлер-освободитель». А рядом была на латышском маленькая приписочка, что это пропагандистский, агитационный плакат нацистского режима. И вроде бы все правильно, все по канону, да, там, вот, мол, показывают, какая там была агитация у нацистов. Но мы-то с вами можем включить, мы же с вами великие диалектики, мы можем с вами врубить такую штуку, как диалектика, и посмотреть и разобрать это явление. И мы с вами быстро поймем, что, в принципе, такие плакаты, они очень хорошо апеллируют с асоциативным мышлением масс. Особенно, когда в этот музей, а в него туда водят детей больших количеств, туда водят школьные экскурсии, экскурсоводы с школьниками, водят туда детей целыми классами. И когда маленький ребенок, неокрепший ум, видит плакат, там, Гитлер-освободитель, как вы думаете, что ему запомнится больше всего? Этот плакат и эти слова, или же маленькая приписочка о том, что это агитация нацистского режима? Ну вот думайте сами, выводы делайте то же самое. В принципе, этот плакат, как явление, такой же, как и свастика. У нас тут в Риге, Латвии очень много свастик везде. У нас свастики на улицах, у нас свастики в школах, над портретами президентов. У нас свастики на стадионах. И все оправдывают это, мол, ну, это национальный символ. Ну а что в нем плохого? Сам-то символ-то он хороший? Да, его там использовали плохие дяди, там, нацисты использовали. Ну и что? Ну сам-то символ хороший. Вот. И таким образом идет апелляция и работа с ассоциативным мышлением массы. Четкие ассоциации, они пробиваются. Вот. Ну а сейчас мы с вами пойдем к, ну, еще одному зданию музея оккупации, куда сейчас главная экспозиция и переехала. Сейчас я стою напротив действующей главной экспозиции Латвийского музея оккупации. Находится она, как я уже говорил, в здании бывшего посольства Соединенных Штатах. Об этом даже высокий двухметровый забор свидетельствует. О чем еще стоит упомянуть? Нынешнее посольство в Соединенных Штатах уехало в пригород. И замечательно себя чувствует за двухметровым забором с видеокамерами с огромной территорией. Что сказать про это место? К сожалению, организовать съемку внутри не так-то и просто, поэтому вынужден вам снимать и рассказывать снаружи. Ну, о том, что там происходит внутри, в принципе, вы можете узнать с их сайта. Там изложены, например, несколько книг, которые можно приобрести в музее. И, в принципе, почитая эти книги, которые они в свободном доступе есть, эти книжки, вы можете, в принципе, понять, какая там шиза происходит. Вот есть, например, книга, ссылка на нее в описании. Там даже на обложке показано нижний график. Это, дескать, как развивалась промышленность Латвии в СССР. И розовый верхний о том, как бы она якобы развивалась, если бы не оккупация советская. Ну, впрочем, та еще шиза. О том, как это высчитывалось, вы можете почитать книги самой. Ну, какие самые распространенные... Какая идеология там вообще? Что вы там можете узнать, даже исходя из прочитанного на сайте, всей информации на сайте, эти на русском языке, в том числе, этого музея? Ну, во-первых, это священные просто секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа, который в конце 80-х подарил миру Вульфсонс, историк алтышский. И, разумеется, такие бредни о том, что демонстранты 40-го года, которые выходили на улицу массово поддерживающие присоединение Латвии в СССР, что это были переодеты красноармейцы. И второй, ну, опять-таки, что Советский Союз забирал отсюда больше, чем давал. Опять-таки, вот в этой книге все это очень хорошо изложено, вся эта мифологизация. Про какую оккупацию можно говорить, если парламенты Прибалтики сами приняли решение о вхождении в состав Советского Союза в 1940 году, а антигитлеровская коалиция в Ялте в 1945 признала вхождение Прибалтики в СССР? Тривиализировать означает высмеивать, уменьшать значимость, издеваться. В данном случае это относится к оккупации Латвии. Ввести за это наказание до трех лет тюрьмы предложило Министерство юстиции. Ведомство воспользовалось тем, что европейские нормы требовали сделать это в отношении геноцида. Чиновники решили распространить запрет и на публичную тривиализацию оккупации. Зачем выставлять в музее фейковые экспонаты? Впрочем, цели все те же. Создание образа врага, оправдывание нынешней политики правящего класса той же Латвии и игры в жертву с целью выбить копеечку, правдами-неправдами. Больше всего меня умилил фрагмент из одного видео с музея оккупации, где бабушка, продающая в нем книги, живописует о кознях совков и говорит, что теперь жить стало лучше. После чего у нее спрашивают, а сколько денег нужно, чтобы в Латвии жить? Она отвечает, ну, около 500 евро. Тогда у нее спрашивают вдогонку, а сколько у вас пенсия? Ответ, 350 евро. Отсюда и необходимость подрабатывать в 70-летнем возрасте. Но зато, как говорится, без совков. Но, как вы понимаете, и это не предел. Согласно решению Нюрнбергского трибунала, Невозможно выделить какую-либо часть СС, которая не принимала бы участия в этой преступной деятельности. А решение о признании преступного характера обвиняемой организации является окончательным и не может подвергаться оспариванию на любом последующем процессе по делу отдельных членов организации. Но всем таким европейским прибалтийским правительствам было и продолжает быть наплевать на решения, принятые после окончания Второй мировой войны. Здесь идет самое открытое и радикальное оправдание и героизация нацистов. Шествия латышских националистов и бывших легионеров СС проходят в Риге каждый год, 16 марта. Неофициально эта дата – одна из главных дат в политическом календаре современной Латвии. В соседней Эстонии тоже каждый год в конце июля в местечке Синемяя проходит сбор ветеранов эстонской дивизии СС. Этот сбор превратился в место встречи современных фашистов со всей Европы. Им каждый раз шлют приветственные телеграммы представители власти. Я уж не говорю про восхваление бандитов из лесных братьев и уголовные преследования пособников советского режима. В начале 2018 года Сейм Латвии принял закон о статусе участника Второй мировой войны. Одна из целей которого – способствовать единому пониманию Второй мировой войны и равному отношению ко всем ее участникам. Ну вы поняли, да, равное отношение и к нацистам, и к красноармейцам – это же примерно как бы одно и то же. А в прошлом году министр обороны Латвии Артис Пабрикс вообще выступил публично, назвав латышских эсэсовцев героями. И вот на следующий день выступил министр обороны Артис Пабрикс. Заявление он сделал во время мероприятий по случаю 75-й годовщины битвы у Моры, в ходе которой 19-я дивизия латышского легиона СС отражала попытки Красной армии прорваться к Риге. Нужно помнить, что с каждым годом легионеров в наших рядах, к сожалению, становится все меньше. Будем чтить их память, не позволим никому ее порочить. Латвийские легионеры – гордость латышского народа и страны. И естественно, что при такой позиции властей в первую очередь под ударом оказывается снова русское население. Потому что, ну, они же вот потомки этих оккупантов. С 90-х годов в той же Латвии правительство взяло курс на полную ликвидацию русских школ. В 2003-2004 годах страсти накалились до того, что начались масштабные протесты преимущественно русского населения. Поскольку в это время Прибалтика как раз вступала в ЕС, власти решили лишний раз не портить себе имидж и пошли на уступки. 60% предметов в русских школах должны быть на латышском, а оставшиеся 40, ну уж извините, куда деваться на русском. Впрочем, и это было лишь временной уступкой. В 2014 году власти приняли программу по полной ликвидации русских школ в Латвии. А в Эстонии проблему решили вообще еще проще. Просто издали специальный закон, по которому в гимназии должно учиться не менее 120 учеников. И закрыли под этим предлогом больше половины русскоязычных школ. Я напоминаю, что на момент приобретения прибалтийскими странами независимости, порядка 30% их населения были русскими. Причем большинство русских по статистике жило в городах, имело достаточно высокое образование. И выдавливая этих людей из страны, правительство по факту били по собственному экономическому потенциалу, по собственной кадровой базе. Но политические мотивы объединения наций против общего врага в виде русских превалировали в сознании правящей элиты. Тем более серьезные плюшки сулило вступление в Евросоюз. Однако вступление Прибалтики в ЕС обернулось новым ударом по экономике и демографии. Прибалтику теперь покидали уже сами латыши, литовцы и эстонцы. С одной стороны, евроинтеграция добила и без того гибнущую местную промышленность. Отсутствие таможенных барьеров и либерализация торговли привели к тому, что в Прибалтику хлынул поток товаров, и местное производство в условиях, порушенных после развала Союза экономических связей, не смогло выдержать конкуренцию. Произошла окончательная деиндустриализация Литвы, Латвии и Эстонии. С другой стороны, Прибалтика начинает все больше и больше садиться на евросоюзные кредиты и дотации, за исключением, пожалуй, Эстонии. А с третьей стороны, население, получившее возможность уехать на заработки в Европу, ломанулось туда, сломя голову. Тем более, что доходы Прибалтов по сравнению с доходами в развитых странах Европы, как говорится, небо и земля. Больше всего у вас на что уходит? Питание, коммунальные услуги, какие-то другие вещи? Ну, сейчас, наверное, питание больше всего уходит. А удается что-то отложить, может быть? Нет, не удается отложить. На питание, в основном питание. А сколько примерно в месяц на питание у вас уходит? Ну, где-то 200-250. А что-то удается из своих доходов отложить на что-то еще? Какие доходы? Моментом истины здесь становится кризис 2008 года. Еще фактически за год до финансового коллапса в США в Латвии перестают выдавать кредиты на ипотеку, а инфляция вырастает до 18% в год. Лихорадит рынок недвижимости в Литве. В Эстонии начинают говорить о перегреве кредитной системы. К кризису 2008 года Прибалтика уже по факту приходит в кризисе. Надувается кредитный пузырь, не обеспеченный платежеспособностью населения. Промышленность уже разрушена, кадры утекают из стран. А дальше осень 2008 и финальный удар по остаткам экономической самостоятельности и былого процветания. Ну вот и все. И действительно. Все. По итогам 2009 года ВВП Латвийской Республики упал больше всех валовых внутренних продуктов в мире на 18%. На втором месте по темпам падения ВВП оказалась Литва на 17%. Эстонский ВВП в 2009 году снизился на 15%. И это статистика только за один год. Суммарные потери за 2008-2012 годы составили в Латвии 77% от годовых объемов производства в докризисный период. Потери Литвы 44%, Эстонии 43%. Страны Балтии вошли в новейшую экономическую историю. Такого обвала по итогам кризиса не было ни у кого. И если посмотреть на показатели ВВП, то 10 лет спустя после 2008 года прибалтийские страны только-только еле-еле приблизились и чуть-чуть превысили показатели докризисные. А Латвия, например, не превысила. В 2009 году в тихую Прибалтику врываются погромы и беспорядки, спровоцированные кризисом и безработицей. Стена полицейских разделила толпу надвое. Одну часть толпы отогнала к сторону Домской площади, а вторую к казармам Якоба. Казалось бы, что все уже успокоилось. Но через какое-то время в сторону полицейских полетели камни, бутылки, а также все, что попадалось под руку. То есть сломанные мусорники, знаки, какие-то железяки, выковыренные из брусчатки камни. Вокруг периодически раздавались какие-то непонятные звуки, очень похожие на выстрелы. Но то ли это были холостые патроны, то ли просто какие-то хлопушки. Но было очень страшно, потому что полицейские реагировали, сразу бросаясь в ту сторону, где раздавались эти звуки. Дотации из структурных фондов ЕС для Балтийских республик составили 20% от их ВВП. Государственный долг вырос с 16 до 38% по отношению к ВВП в Литве и с 9 до 45% в Латвии. В Эстонии государственный долг за один год вырос почти вдвое, составив в 2011 году 10% по отношению к ВВП. Впрочем, надо признать, это самый низкий уровень государственного долга в Евросоюзе. Для эстонского правительства такая статистика – повод для гордости. Да, в последующие годы дотации составляли и до сих пор составляют у прибалтийских стран всего-навсего несколько процентов от ВВП. И кто-то скажет, что это не делает погоды, но на самом деле делает, так как именно за счет дотации обеспечивается рост показателей ВВП. Если бы не эти регулярные вливания, то экономики тех же Литвы и Латвии так и продолжали бы буксовать в стагнации. И именно поэтому, когда сейчас ЕС сокращает эти дотации, те же литовцы негодуют и требуют прежних вливаний. Во всей этой свистопляске, борясь с призраками советской оккупации, Прибалтика по факту оказалась в новой оккупации – в оккупации европейского, в первую очередь скандинавского капитала. В Латвии из 10 самых крупных владельцев земли 9 – это скандинавские компании и только одна латвийская. Крупнейшая – норвежская – за три года кризиса увеличила совокупную площадь своих земельных участков в Латвии более чем в 10 раз. Абсолютное большинство коммерческих банков в Литве и Латвии принадлежат шведам, в Эстонии – финнам. Крупнейшие банки в современной Прибалтике – это шведские СЕП, Нордеа и Светбанк. Они, собственно, и выдавали ничем не обеспеченные кредиты в жирные годы. Наконец, скандинавы – это главные собственники прибалтийских средств массовой информации. Например, группа информационных порталов Делфи, крупнейшие интернет-СМИ Литвы, Латвии и Эстонии, принадлежат шведской компании Телия Сонера Эйби. Тут можно еще долго перечислять примеры скупки скандинавами Прибалтики, ну, точнее того, что от нее осталось. Но прибалтийские страны продолжают отчаянно это не замечать, по инерции борясь с Россией и российским влиянием. В 2008-м именно их стараниями блокируется решение о свободном въезде граждан России в страны Евросоюза. Ну, в 2014-м году, как известно, начинаются санкционные истории. Сейчас прибалты еще и активно реагируют на события в Беларуси, грозя новыми санкциями и, по сути, страдая от этого в первую очередь. Долгое время продолжались территориальные споры с Россией. Договор о границе с Эстонией был подписан лишь в 2005-м году, хотя в 2020-м в эстонском парламенте снова всплыла проблема притязаний на кусок Ленинградской области. Латвия долгое время добивалась передачи ей Пыталовского района Псковской области. Но тут российская власть не пошла на уступки. И теперь выслушивать всякие бредни по поводу того, что мы какие-то там 5 километров кому-то должны, абсолютно недопустимо. Ну, естественно, никогда не будем нести никаких переговоров на платформе, даже обсуждения, каких бы то ни было к нам территориальных претензий. Пыталовский район Псковской области от мертвого ослаушим, а не Пыталовский район. Вступив в 2004 году не только в Евросоюз, но и в НАТО, страны Прибалтики получили мощную военную защиту от посягательств российского империализма. Прячась за спинами Евросоюза и США, они могут теперь спокойно троллить российское руководство с выражением типа «а чё вы нам сделаете?». Но вернемся к жителям, которые покидают Литву, Латвию и Эстонию. Согласно последней советской переписи населения, в 1989 году в Прибалтийских республиках проживало 8 миллионов человек. В 2014 году уже 6,1 миллиона человек. То есть за четверть века регион лишился почти четверти населения. Литва потеряла миллион жителей. Было 3,7 миллиона населения, стало 2,7 миллиона. То есть минус 27% населения. Латвия потеряла 26% жителей. Их было 2,7 миллиона, стало меньше 2 миллионов. Чуть лучше дела в Эстонии, которая, правда, и так была самой малонаселенной республикой Прибалтики. Население сократилось с 1,5 миллионов до 1,3 миллионов. 21% жилья в Латвии пустует. Вообще города Прибалтики все больше обезлюдивают. Русские уезжают, теперь молодежь уезжает в Европу, становясь в большинстве случаев, как это называется, англо-таджиками. Потому что перспектив в Прибалтике больше нет. И в лучшем случае люди уезжают на работу вахтовым методом в какую-нибудь Финляндию. А вот вы молодые, мне сказали, что молодые отсюда уезжают. Ну, уезжают, да. Уезжают и приезжают. Англия, Германия, Норвегия. Ну, в Норвегии работаем я и он. Ага. Ну, получается просто такой график, что получается и тут еще, ну... Две недели там, две недели там. Да, две недели там, две. А кем там работаете? Палеты ремонтировать. Тоже палеты ремонтировать, сортировка всякая такая. Ну и как? А что по деньгам выходит? Ну, три минимальные латвийских, можно заработать за две недели. А там вот вам как жилье предоставляют? Конечно, все будет классно. Ну, обоснодатель, да. Хорошо, и много вот таких молодых там встречаете? 40 человек у нас примерно работает, бригада. Все с Латвии, наверное. Ну, в основном все отсюда. А отсюда 9, наверное, или 10 человек. Не знаю, по-большему. Ну, тоже здесь как бы живет семья, работать, ездить, прозыкно. 70 километров отсюда. Все упирается, в принципе, в работу и... В заработку. В заработку, да. История Цитры близка многим. Будучи ненечкой в детском саду, поехала в Ирландию поработать только 3 летних месяца. Но сравнила зарплату в 100 лат в Латвии и 1600 евро в Ирландии. Передумала и решила остаться. Домой к детям и внукам возвращается после 5 лет. Я буду оставаться тут до тех пор, пока не отработаю свою пенсию. Если будет тут все нормально, то до пенсии буду здесь работать. Если у меня все получится, то я буду жить в Латвии на ирландскую пенсию. Жена Виктора была первая в семье, кто уехала в Ирландию работать. А он спустя год последовал за ними. Двое ребенка в Ирландии, двое ребенка в Латвии. Виктор с женой одни из многих, кто присоединились к латышской диаспоре. Друзья их семьи работают в детской латышской школе. Насколько не были красивые виды пригорода, где они живут, они не забыли о мыслях вернуться на родину. Но сейчас вернуться на родину мешает глобальный экономический кризис. Идея была такая. Остаться здесь на 5-6 лет, отработать, выплатить кредит, на который мы построили дом в Латвии, быстро, и ехать обратно. Но человек думает, Бог делает, походит как-то еще по-другому. И думаю, что останемся до пенсии. В Ирландии в пенсионный фонд работнику нужно платить 20%, а обладатель платит 80%. Рассказывает сестра жены Виктора. Они работают на фармацевтическом предприятии. Заработанные деньги отправляют в Латвию своим детям и внукам. И говорят, что чтобы им там хорошо жилось, мне необходимо быть тут, чтобы в Латвии у них все было хорошо. Уже и некоторые местные шутят, что если дело так пойдет, то через 100 лет страны Прибалтики станут уникальным явлением. Там будет территория, там будут законы, но там не будет людей. Хотя это уже, наверное, и не шутки. Впрочем, надо признать, что есть в округе места и похуже Прибалтики, еще более разоренные постсоветской политикой. А потому за сезонным заработком в евро в ту же Ригу приезжают, например, украинцы. Местные националисты этому, правда, опять же, не рады. В Украине осталась их старшая дочь с мужем, внук, маленький сын. Сюда они приехали даже не заработать, а чтобы выжить, потому что в Полтаве это непросто. Мы протестуем против послаблений в правилах кабинета министров, которые упрощают ввоз в Латвию рабочей силой из-за рубежа. Мы это считаем очень большой проблемой. Еще с советских времен этнический состав в Латвии сильно искаженный. Мы видим поток иностранцев, которые сейчас изо дня в день становятся все больше. И это опасная тенденция для будущего Латвии. Вот он, наш некогда милый и родной маленький Запад. С Юрмалой, Рафиками и Раймондом Паулсом. Все уничтожено, все порешал рыночек, евроинтеграция и бездумная фашистская политика апартеида со стороны местных властей. Прибалтика отныне вымирающие задворки Евросоюза. Литва, Латвия и Эстония играют для тех же Норвегии, Германии, Британии ту же роль, что Узбекистан, Киргизия, Таджикистан для России. Источник дешевой рабочей силы. Иронично, но раньше говорили, в Греции все есть, в Прибалтике все есть. А вот теперь нет. Ничего больше нет. Ни там, ни там. Российский империализм, раскидывающий свои капиталы и гарнизоны частных военных компаний по всему миру, отвратителен. Но не менее отвратительны и режимы прибалтийских стран, которые принесли народное благосостояние в жертву, в угоду политической конъюнктуре и желанию местных элит интегрироваться в европейский правящий класс. Но корни и у того, и у другого одни, и они уходят как раз в вырождение и крушение социалистического проекта. И как скоро трудящиеся по обе стороны границ, по обе стороны возведенных между ними баррикад, поймут необходимость единой слаженной плановой экономики и единого политического пространства? Большой вопрос. Но от этого зависит и наша свобода, и наше выживание. Что ж, с вами был канал Вестник Бури, подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите комментарии, жмите на колокольчик, распространяйте видео и разъясняйте своим знакомым, что проблема не в русских или латышах, а в той экономической и политической системе, в которую мы загнаны и которая в конце концов должна быть уничтожена. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok